Овны, доброго времени суток! Меня зовут Ева Лехцер, я рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео я хочу предложить вашему вниманию терроскоп на октябрь 2018 года. Работать я сегодня буду с Тароснов, Чера Марчетти, сразу, скажем так, отвечая на ваш вопрос, для тех, кто часто спрашивает, с какими колодами я работаю. Так, по традиции расклад нам покажет общую атмосферу месяца, события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни, а также карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести данный месяц. Напоминаю вам, что расклад общий не может однозначно проиграться для многотысячной аудитории. Поэтому смотрите, пожалуйста, расклады не только по знаку своего зодиака, но и по знаку асцендента, дабы сопоставить, какие расклады для вас наиболее четко проигрываются. Проговаривайте свое имя, дату рождения. Мне часто спрашивают, для чего это делать, если расклад, по сути, выполняется для всех. Ну, это для лучшей самостройки с картами. Для того, чтобы вы услышали именно то, о чем вам говорят карты. Ведь часто очень много, читая комментарии, люди слушают, да, то, о чем говорят карты, но не слышат. То есть вы не можете интерпретировать согласно вашей ситуации, происходящему в вашей жизни. Особенно это касается тех же, например, пенсионеров, которые говорят не о том, что эти расклады для меня не актуальны, я на пенсии. Но у вас же тоже в жизни происходит ряд событий, которые могут отыграться именно по этим арканам. Итак же, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. События, которые у вас проиграются в плане работы. Финансов. Здоровье. Личные жизни. И совет от карт. Так, начнем с первой карты. Итак, общая атмосфера месяца. Смотрите, у вас здесь падает карта перевернутая влюбленная. То есть либо это трудный выбор, либо неправильный выбор, либо для некоторых это может проиграться ситуация любовного треугольника. То есть выбор, который вас заставляет либо понервничать, либо каким-то образом все переосмыслить, все взвесить. Либо здесь могут быть сожаления о сделанном вами выборе. Давайте все-таки для вас уточню эту карту. Потом посмотрим, почему она конкретно проиграется. Ну, потому что здесь, смотрите, например, в основном это касается взаимоотношений. После ситуации разрыва вы попытаетесь что-то восстановить, потому что перевернуты десятки мещей. Ну, это как вновь войти заново в одну и ту же реку. Чего бы это ни касалось. Рабочих взаимоотношений, личных, деловых. То есть попытка восстановить то, что происходит у вас на данный момент. Теперь, что касается сферы работы. Ну, вот видите, у вас это может отыграться по рабочей сфере, потому что карта башни здесь указывает на ситуацию крушения. Например, если вы безработный, то ваше собеседование в этом месяце будет провальным. Если на текущий момент вы наемный работник, здесь это может быть реструктуризация предприятия, сокращение штатов. Либо вы можете вынужденно уйти по каким-либо причинам. Сейчас дотянем сюда по каким. Если у вас собственный бизнес, то здесь может что-то пойти не так. Давайте смотреть, что же здесь. Так. Карта у нас напала сама. Здесь у нас, видите, падают перевернутые повешенные. Это перестать быть жертвой ситуации, пожертвовать какими-то обстоятельствами. В контексте данных карт, например, разорвать ненужное партнерство, либо ненужные деловые соглашения. Например, когда работа вам в тягость, вы просто ходите на нее как на каторгу, понимаете, что все, хватит. Пришло время пожить для себя в свое удовольствие и работать на любимой работе, либо то, что вам приносит удовольствие. Если это у вас собственный бизнес, это 100% будет разрыв в своем отношении с какими-то, ну, возможно, нечистоплотными партнерами, либо людьми, которые вас неоднократно подставляли в различных ситуациях. Что же с позиции финансов? То звезда указывает, во-первых, на рост ваших доходов, это правильные вложения, правильные инвестиции. Сам по себе аркан никогда не указывает на деньги. Он указывает и говорит о том, что вот те перспективы, которые вы вкладываете в дело, они обязательно принесут свои плоды. Даже более, чем вы ожидаете. Звезда исполнения планов, исполнения надежд. Тем более, смотрите, уже даже по двум арканам месяц для вас значимый. Видите, башня и звезда. То есть падают они старшие арканы. Будут здесь явно какие-то перипетии, которые заставят вас задуматься, что-то изменить в происходящей ситуации. Что же касаемо вашего здоровья? Здесь у нас падает карта Луна. Луна здесь, видите, это карта ваших страхов. Страхов, внутренних переживаний. Это больше связано с эмоциональной сферой. Все, что связано с психикой. Иногда сама по себе карта Луна может указывать, например, на вас, на наведенное негативное воздействие. Давайте я уточню. Карта упала сама. Пятерка кубков. Смотрите. Да, может быть. Поэтому, если у вас есть подозрения по этому поводу, пожалуйста, проверьтесь, если необходимо, подчиститесь. Если же в целом, то в связке, без привязки к негативу, мы сейчас говорим в целом, то это ситуация сожалений, либо разочарования, либо глубоких переживаний о чем-либо. О чем-либо, вот мы видим, в плане работы, что, например, в плане работы все идет не так, как нужно, и вы принимаете какое-то острое для себя решение, что-то ненужное отсечь. Либо, как я говорю, ненужных работодателей, да, либо ненужных деловых партнеров. Что же в плане личной жизни? А здесь у вас на самом деле все стабильно. Например, если вы на текущий момент, вы одиноки, ситуация здесь не поменяется, здесь будет просто помощь и поддержка окружающих и близких. Если вы состоите в партнерстве, неважно, какой он, гражданское, официальное и так далее, это карта взаимовыгодного обмена. То есть, как вы относитесь к другим людям, так и вам относятся. Это карта равноценных отношений. То есть, не только вы вкладываетесь, но и вы получаете отдачу. Поэтому в плане личных взаимоотношений здесь все хорошо, здесь все прочно, все стабильно. И переживать вам здесь не стоит. То есть, видите, по связке карт все это у вас будет касаться непосредственной работы. Это отыграется на вашем эмоциональном фоне. Так, мы с позиции совета. Карта жрица. Ну вот смотрите. Ну вот если в связке, я вам просто говорю, это примите к сведению. Может быть ситуация магического на вас воздействия. Это раз. И вам необходима будет ситуация чистки. Если не привязываться к негативу, обратите внимание, то по карте совет жрица указывает на то, чтобы проявить мудрость. Информация к вам придет сама, которая поможет вам сделать правильные выводы, проанализировать ситуацию. Жрица, когда вот тайное станет явным. То есть, в свою какая-то информация, которая поможет вам посмотреть, что происходит не так. Например, не знаю, ситуация предательства, обмана, либо каких-то еще нелицеприятных фактов. Тайна открылась. Помимо всего прочего, жрица вам всегда говорит, прислушивайтесь к себе, своей интуиции, слушайте себя. У вас очень активно работает подсознание. Вам самое главное, в первую очередь, нужно доверять себе. И только после этого окружающим. Давайте посмотрим, что же вам это даст. Вам это поможет не наделать глупостей. Потому что, если вы не будете слушать интуицию, свое подсознание, вы можете оказаться в дураках. Вот здесь как раз тот неправильный выбор. Если вы будете слушать свое сердце, свою интуицию, то, что вам говорит ваше собственное я, то вы избежите каких-то крупных ошибок. Вот посмотрите, вот захочешь так вытянуть, не вытянешь. Практически одни старшие арканы у вас здесь. Поэтому делайте вывод. Октябрь для вас будет таким вот значимым месяцем, я бы сказала, даже вот, который может очень коренным образом все в вашей жизни поменять. В первую очередь, как я говорю, это деловых, касается вот отношений, да, рабочих. Но если пришло время, ну что ж, делайте для себя какие-то болезненные, но вынужденные перемены. Значит, это того стоит. Так необходимо. Вот таким вышел для вас расклад. На самом деле он не является негативным, по той простой причине, что если вы сейчас отсечете ненужное, вы потом не будете затянуть ненужный балласт, который может вам создать массу проблем. Поэтому пусть у вас все сложится только позитивным образом. Я вам искренне от всей души этого желаю. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии, как у вас отыгрался, либо не отыгрался расклад. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Еще раз вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.